Массовая или коррекционная школа? На этот вопрос должен ответить каждый родитель особенного ребенка. По закону папа и мамы могут выбрать любое учебное учреждение, а там в свою очередь создадут все необходимые условия для обучения ребенка с особенными образовательными потребностями. В большинстве своем родители выбирают коррекционные школы. Там лучше со специалистами, методиками и условиями. Наша задача, если есть запрос родительский на школы массовые, то мы должны создавать эти условия и в этих школах, и обучать специалистов. Пока специалисты не всегда понимают, что это нужно. И есть запрос от директоров. В 2017 году регион выиграл грант фонда поддержки детей по программе комплексного сопровождения ребят с расстройствами аутистического спектра. В области определили три пилотные площадки. Две в Иванове, одну в Фурманове. Коррекционный интернат здесь, пожалуй, самый передовой. В нашем центре четыре ребенка с расстройствами аутистического спектра. У нас очень хороший подбор высококвалифицированных специалистов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, психологов, в том числе клинических. Они на 100% готовы работать с данной категорией детей. На выделенные деньги оборудовали комнату сенсорной интеграцией. Здесь дети дождя отдыхают от занятий, закрепляют полученные навыки. Все эти яркие тренажеры и игрушки тщательно прорабатывали неврологи и логопеды из северной столицы. Процесс социализации очень сложен. И для того, чтобы его успешно пройти, ребенок должен отдыхать. Он должен снимать вот эту сенсорную нагрузку, которая его, ну скажем, может быть даже преследует в течение всего дня. Основная задача наша, как педагогов, это помочь ребенку расслабиться, снять напряжение, отдохнуть, почувствовать себя безопасно, почувствовать себя. Куратор Ивановской области из Москвы Анна Калабухова увиденным осталась довольна. С аутятами работа налажена. Каждый ребенок так или иначе показывает прогресс. И мы в любом случае отслеживаем динамику. И здесь мы можем говорить об эффективности работы с конкретным ребенком. То есть если обычный учитель оценивает по количеству олимпиадников в классе, то здесь мы говорим исключительно о динамике ребенка относительно самого себя. Не средняя температура по палате, а то, как ребенок пришел, чему мы его учили, как эффективно мы его учили, что мы получили на выходе. В коррекционных школах упор делают не столько на академические знания, сколько на получение ребятами полезных в жизни навыков. В этом зале разрабатывают крупную мелкую моторику, оттачивают согласованность движений. Также формируют сенсорные эталоны, учат цвет, форму, величину, выстраивают пространственные отношения. А еще придумывают сказки в терапевтических целях. Сказка терапии – это курс, направленный в основном на личностное развитие детей. Он идет три года, с первого по третий класс, дети, которые идут по стандарту, по ВГОС. Вот они, у них это внеурочная деятельность. Он решает задачи личностного развития, формирование интересов, коррекции, агрессии, коррекции. У таких детей недостаточно сформировано самосознание, сознание себя, своих особенностей. И вот этот курс помогает им себя лучше осознать. В сенсорной комнате ее чаще называют волшебной, ученики снимают стресс. Оборудование есть двух видов – релаксационное и активизирующее. Здесь мы расслабляемся. Ресурсы этой комнаты мы используем для развития сенсорики детей. Всех видов восприятия – звукового, тактильного, зрительного. То есть все это помогает ребенку лучше адаптироваться. Занятия ведут дефектологи, психологи, логопеды. В массовых школах с их ставками большие проблемы. У нас здесь диагноз системное нарушение речи. То есть нарушение речи в системе. Поэтому работа нужна разноплановая по всех направлениях. Коррекция лексико-грамматической стороны речи. Словарный запас увеличиваем различными способами совершенно. Поэтому направления разные в работе. Чтение письма обязательно. Особенным ребятам в школе тяжело в силу диагноза и склада личности. Поэтому психолог сопровождает их весь период обучения. А еще изучает их темперамент, характер и способность к обучению. Здесь представлена методика Когана для изучения. Распределение внимания. Изучаем память, внимание, мышление, восприятие. Здесь целый набор и личность. То есть тут диск есть с бланками. То есть все позволяет фиксировать и проводить диагностику на достаточно профессиональном уровне. Против коррекционных школ, пожалуй, только молва. В сознании некоторых родителей укрепился стереотип о том, что, закончив такую, ребенок ничего в жизни не добьется. На самом деле все иначе. Отучившись здесь, особенный человек получит полезные в жизни навыки. Выйдет отсюда со здоровой нервной системой и прикладными умениями. На средства гранта в Фурмановской коррекционной школе планируют оборудовать творческие мастерские и учебную квартиру. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Фурманов.